И актеров, который посвящен памятник революционному проезду города Ярославля, открытый в 2010 году. Рыбин и Тим, школа номер 23. Это фильм Афоня. И актеров знали Леонид Ураблев и Эмилион. Это абсолютно верный ответ и тоже по виду заслуживает ордена. А мы переходим к эпилогу. Что в колбасно-гастрономических магазинах Григория Римкина предлагалось в качестве бонуса человеку, купившему товару, хоть и не единовременно, на 5 рублей? Олдсков Валерий, имена замена Ольга Ярославля, предлагал себе билет в его кинотеатр. Как назывался кинотеатр? Волшебная гряза. Абсолютно правильный ответ, и это тоже медаль. Стрелецкое войско из ворот именно этого памятника архитектуры выезжает набивать Крыльевского хана с Изюмского шляха. Что это за памятник? Маркозова-Борей, гимназия Ростов. Это мой ростовский крепок. Ну уж раз он ваш, тогда назовите, как называются ворота, откуда они выезжают. Измайловский? Значит, он не совсем ваш. Здравствуйте, уважаемая Рябба. Я полностью согласен с отсказыванием блога. Действительно, художник обязан именно показывать прежде всего красоту окружающего мира и картину общества. В случае, когда он это доказывает, вообще теряется смысл искусства. Ведь в нем у каждого своя правда и свое видение мира. Не стоит забывать, что и в кино тоже есть художники. Мы знаем, что кино – это синтез театра, изобразительного искусства, литературы и музыки. И поэтому очень важно, чтобы они органично с другом сочетались. Причем порой не важно, как сняться или как написана картина. Важно то, как воспримут ее светильники. В декабре 1914 года в столичных электротеатрах состоялась премьера фильма Григория Литкина «Стень разен». Почему она состоялась не в его собственном электротеатре «Волшебные грезы» и «Росланды»? Потому что этого кинотеатра когда еще не существовало. Да нет, он существовал. К сожалению, это неверный ответ. Вы проходите во второй этап со штрафным очком. А что думают наши теоретики? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...